Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы продолжаем разговор о Лене Хэппи, у которой сегодня волнительный день. Именно сегодня она впервые приехала в свою новую квартиру одна, без сопровождения Ронни. Лена выпустила аж два видео, одно за другим, но я так понимаю, что это все происходило вчера, потому что видео вышли довольно рано по Европе. Я так понимаю, что они с опозданием выкладываются, но не суть важна. Главное то, что Лена продолжает ударными темпами записывать видео, чтобы канал не затухал и чтобы была какая-то движуха, комментарии и, естественно, просмотры. Но самое главное это то, что не успев въехать в свою новую квартиру, вернее официально она еще не въехала, мебель еще основную не перевезла. То есть в квартире она пока еще не ночует, она приезжает туда утром, плетет браслетики, ходит в бассейн, а потом под вечер снова возвращается в Сент-Клауд, чтобы готовить ужин другу своему сердешному, ну не сердешному, а социальному партнеру Родни. И потом на следующее утро снова уезжает. Но суть не в этом, главное это то, что Лена не успела въехать в новую квартиру, как она уже заказала кучу коробок, кучу нового какого-то барахла для того, чтобы обставлять квартиру. В общем, все для дома, все в дом, складывается такое впечатление, что Лена собирает приданное. Поскольку Лена у нас теперь невеста на выдание, как-никак, и как каждая приличная невеста, она, естественно, хочет, чтобы при ней был полный список, целый набор прилагаемых к ней предметов домашней утвари. И вилка, и ножик, и ложка, и тарелка. Вилька-тарелька вспомнил в связи с этим анекдот с филфака, идет урок русского языка в грузинской школе. Учитель объясняет орфограмму. Вилька-тарелька пишется без мягкого знака, сол-фа-сол с мягким знаком. Ну, смех смехом, а дела тут все-таки серьезные. Не случайно Лена так рьяно носилась с этими комплектами турецкого постельного белья, не могла никак успокоиться, пока не заполучила их. А к этим комплектам теперь прибавится еще один набор лухари с ложками, с вилками и с ножами для стейка. Я, конечно, был немножко разочарован тем, что среди распакованного добра не было кофейных ложечек, которые Лена так мечтает заполучить. Но, я думаю, все еще впереди, потому что Лена предупредила нас, что будут еще распаковки, будут видео с распаковками. Я так понимаю, что Лена оторвалась по полной программе, потому что сейчас Селимка у нее над душой больше не стоит, и она спокойно может себе все заказывать, все себе покупать. Заполняя свою квартирку новую очередным новым барахлом, причем это такой круговорот, ведь когда Лена распаковывала все эти коробки, она приговаривала, что у нее все это уже было. Но в связи с этими бесконечными многочисленными переездами все куда-то делось. То есть каждый раз, когда Лена оказывалась под небом голубым, она все куда-то разбазаривала, все куда-то раздавала или где-то складывала, но сейчас уже не помнит, где все это, в общем, куда-то все девалось. И каждый раз, когда у нее появляется возможность жить самостоятельно какое-то время, она начинает снова активными темпами все скупать и забивать эту квартиру новыми какими-то вещами, новым барахлом, говоря грубо. Лена показала нам и предметы декоративного искусства производства Голландии. Статуэтки, две пары статуэток. Одна пара мальчик с девочкой, другая пара два мальчика, два друга, которые, склонив голову, стоят и застенчиво смотрят в пол. И Лена сказала, что мне бы, наверное, вот такая, такой ансамбль понравился бы. Ой, даже не знаю, что по этому поводу сказать, вообще-то я сейчас пытаюсь расхламляться, пытаюсь избавляться от ненужных вещей, куда-то их пристраивать. В общем, сейчас тенденция идет в другую сторону. У меня есть кое-какие коллекции, ну, ничего такого там сверхъестественного, о которых я опекусь, но, скорее всего, я тоже это все куда-то определю. Вообще, я очень равнодушно отношусь к украшательству, будь то украшательство дома или самого себя. Вот сейчас пошла тенденция браслетики для мужчин, да, и даже, по-моему, у Лены в линейке есть кое-какие бусики для мужчин. Я очень спокойно отношусь к украшениям, я не люблю на себе ничего, но мне это как на кобыле седло, будь то цепочки или браслетики или кольца или перстни. У меня есть, мне дарили и там дарят, но я не ношу. То же касается и украшательства дома, своего личного пространства в доме, я очень спокойно отношусь к вазочкам, шкатулочкам, к статуэткам. Единственное, конечно, вот если мы говорим об этих двух фарфоровых мальчиках из Голландии, то, например, они бы могли послужить вечным напоминанием о Лене Хэппи. То есть поставить их где-то дома на почетном месте, и каждый раз, когда ты на них смотришь, тебе видится милая личика Лены Хэппи, которая непременно будет вдохновлять на новые обзоры. Ну, раз мы уже заговорили об украшательстве, об украшениях, давайте еще раз пройдемся по сережкам Лены Хэппи. Это не потому, что мне так прям хочется снова поднимать эту тему, а потому что Лена сама об этом говорит в своем новом видео, опровергая обзорщиков. Ну, напомню, Селимка вроде как Лене преподнес набор сережек мишку и не то листочек, не то цветочек, не то звездочку. Мы так до сих пор не определились, и сама Лена тоже не может понять, что это. Обзорщики, благодаря папарацци-человек-собаке-друг, выяснили, что этот комплект сережек стоит от доллара 40 центов до доллара 50 центов. Где-то такая вот вилка, такой разброс. И мы все с вами прекрасно помним, что в свое время, когда Лена показала нам эти сережки еще из Турции, она сказала, что Селимка протестовал, возмущался, не хотел покупать эти сережки, сказав ей, что это дорого. Но Лена убедила его, надавив и заявив Селимке, что она дорогая женщина. Я дорогая женщина, говорит Лена, я заслуживаю этого. Теперь же, когда вдруг выяснилось, что сережки эти вовсе не дорогие, а стоят там от силы доллар 50 центов, Лена поменяла версию. Новая версия покупки сережек, которая сводится к тому, что молодые пришли в огромный торговый центр, ну в маленький магазинчик со всякими побрякушками, чтобы купить Селимке дешевые очки. Лена, конечно же, настаивала на качественных, дорогих очках, но Селим не согласился. Ну потому что Селим удавится, прежде чем он потратит лишнюю копейку на что-либо. Ну вот он такой, мы это уже знаем, мы это не осуждаем, но факт тот, что Селим с Леной несовместимы в этом смысле. По этому пункту они вовсе несовместимы. И рано или поздно, мне кажется, их отношения дадут трещину и начнут трещать по швам именно из-за этого. Не из-за измен, не из-за любви и даже не из-за мамы, а вот именно по финансовым вопросам. Такое часто бывает. Если люди несовместимы по тому, как тратить деньги, это до чего хорошего не доводит. Это, я думаю, вы со мной согласитесь, так бывает очень часто. Как бы там ни было, Лена представила новую версию, потому что Лена никогда не врет. Это все обзорщики перекручивают, додумывают, а она говорит только правду. Так вот, ее версия, конечно же, сводится к тому, что это вообще была спонтанная покупка. Она просто взяла эти детские сережки, а Селим сплатил за что-то другое. А она не то ему подсунула свою карту, он ее заплатил, потому что он вроде как отдал ей свою карту, она была у нее где-то в сумке. В общем, короче, ловкость рук и никакого мошенничества. Лена так закрутит свои объяснения, рассказывая о чем-то очень простом и вообще неважном, что ты сидишь и пытаешься понять, что это вообще было, как это вообще происходило. Записываешь, пытаешься все это сравнить. В общем, короче, без бутылки не разберешься. Факт тот, что сережки эти, оказывается, да, действительно были недорогие. И зачем тогда Лена говорила, что она дорогая женщина в связи с этим? Потому что именно в связи с этим она произносила фразу «Я дорогая женщина». То есть, другими словами, она дала понять Селимке, что она готова радоваться, писать кипятком и выпрыгивать из трусов из-за такой вот незначительной дешевой покупки. То есть, она себя неправильно ставит по отношению к Селимке. И Селимка для себя отмечает «Ага, вот такая копеечная покупка, а она уже счастлива». Да, мы понимаем, для Лены деньги не важны. Для Лены главное чувство, забота и отношение человеческое. Мы все это понимаем. Но самое интересное во всей этой истории даже не то, как Селим реагирует, как Лена реагирует, а главное то, что Лена очень хорошо отбила эти деньги. Деньги, потраченные на сережки, Лена вернула слегкой, записывая про эти сережки видео. Несколько видео уже записано, где обсуждаются эти злосчастные сережки. И цена их, и как Селимка их преподносил, и какая Лена дорогая женщина. Миллион комментариев уже писано-переписано, обзоры записано. То есть, представляете, как хорошо эти пятикопеечные сережки отбили себя. Прекрасно, многое можно сказать о Лене, но вот у нее есть талант закрутить, завертеть на пустом месте какую-то историю. Вот пусть продолжает в том же духе. А вообще, мне довольно-таки нравятся последние видео от Лены Хэппи. Лена в них расслабленная, возлежит на шезлонге, подле бассейна. Единственное, что она никак не может войти в этот бассейн, потому что там все время уже кто-то плещется, а Лена не любит быть в бассейне, когда там другие люди. Я, честно говоря, тоже это не очень люблю. Ну, вернее, как я люблю, когда, например, с друзьями мы плещемся в бассейне. Да, вот есть такое же pool party, да, то есть, когда вся вечеринка устраивается вокруг бассейна, люди с напитками плещутся в бассейне. Но когда это как бы незнакомые люди, жильцы этого комплекса, понятия не имеешь, кто они. Тем более Лена сказала, что они пришли, не приняв душ, хотя по инструкции ты должен принять душ, который там же висит, и потом только уже заходить в бассейн. Плюс они притащили с собой выпивку, а это тоже запрещено регламентом. То есть, странный, конечно, там контингент. Мне в комментариях писали, что в этом доме живут какие-то, ну, неблагополучные люди в большинстве своем. Не все, не все. Но есть очень такие вот неблагополучные элементы, да. То есть, поэтому Лене, конечно, нужно, ну, остерегаться немножко тех людей, которые там, наверное, шлындают. То есть, не пререкаться с ними. Мало ли, может, это какие-то морально разлагающиеся элементы. Мы не знаем. В общем, нужно быть поосторожнее на новом месте, присматриваться, не вступать ни с кем в конфликт. Но, в принципе, видео душевное. Лена возлежит на шезлонге, радуется жизни. И вообще Лена заявила нам, что она уже чувствует, что у нее начинается новая глава в жизни. У нее далеко идущие планы в связи с этой квартиркой. Наконец-то она свободна. Наконец-то она заживет одна. То, о чем она мечтала. У нее сейчас прилив сил. И она уже там вот сейчас замутит по-настоящему. У нее уже прям далеко идущие планы. Это немножечко пугает. Потому что то, что в Лене больше всего пугает, это вот эти вот ее далеко идущие планы и новые начинания. Потому что у нее вот нет тяги к покою. У нее тяга все время к приключениям. И поэтому мне кажется, что вот она сейчас немножко отоспится, отдохнет. И с новыми силами опять что-то замутит. Опять бросится в какие-нибудь авантюры. Опять начнет что-то там мудрить. Не знаю. Короче, вот такое у меня предчувствие. Потому что, ну, Лена не создана для того, чтобы просто сидеть и смотреть в окно. Ей нужно куда-то мчаться. Ей нужно куда-то бежать. Движение сила. Да, климакс меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути. Звучит это все многообещающе. Посмотрим, чем все закончится, если закончится. Ну, а пока Лена заполняет свою квартиру новыми вещами. Новыми предметами обихода. Мы за этим, конечно же, все будем следить. Ну, по крайней мере, Лена обещает нам все пошагово показывать. Мы, конечно же, за этим будем следить. Все это активно обсуждать на моем канале. В принципе, вот и все, что у меня было по двум последним видео от Лены Хэппи. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите. Я все с удовольствием, конечно же, читаю. По возможности реагирую. Сейчас я проверю свои писульки. Тут все записываю. Записал на инструкции к таблеткам. Сделал конспект по Лене Хэппи. Но я его вклею потом в свою общую тетрадь, потому что у меня архивы, которые я вожу по всему миру. Через Атлантический океан, потом обратно. Как Лена возит свои бусы, я вожу свои конспекты. Ну, это шутки, конечно. Ну, в каждой шутке есть доля правды. Иногда мне кажется, что судьба с нами может сыграть злую шутку. Например, падет наша цивилизация. Потому что все цивилизации когда-то рушатся. Древний Египет, римляне, греки. В общем, ничего нет вечного под луной. И иногда я представляю, как все пропало. Все литературные произведения уничтожены. Ничего не осталось. А потом, спустя 100, 200, 300, 500 лет, пришли археологи. Ну, выжившие люди пришли, стали копошиться. И где-то в закромах всемирной паутины отыскали упоминания о каких-то блогерах. Самих блогеров. Ту же Лену Хэппи. И вот из этих обрывков, которые дошли до них, они будут создавать впечатление о нашей с вами сегодняшней цивилизации. Какими мы были. Потому что иногда вот смотришь, например, на древнегреческую литературу. У нас практически нет оригиналов. До нас все дошло в каких-то фрагментах. Кроме каких-то фрагментов стихов, у нас нет вообще оригиналов. До нас все дошло в более поздних списках. Поэтому мы судим по древнегреческой литературе только из тех обрывков, которые до нас дошли. И о упоминаниях. Потому что у некоторых авторов упоминается, что у такого-то там автора было произведение. Но этого произведения у нас нет. Или что был такой-то автор, он там выиграл какой-то конкурс. Но мы об этом авторе ничего не знаем, потому что до нас ничего от него не дошло. То есть, понимаете, вот еще неизвестно, кого будут помнить наши потомки. Но это я уж совсем ушел в сторону. Это такие философские размышления. Кухонная философия, да? Сидишь на кухне с бокальчиком певца и размышляешь. Ну вот, в принципе, и все. Теперь я с вами точно прощаюсь на этот раз. Надеюсь, что у вас все хорошо. Не болейте, берегите себя. И, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.